Доброе утро, ребята! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Давайте снова окунемся в среду финансовых рынков. Забегая вперед, снова акцентирую ваше внимание на то, что в ходе брифинга я назову очередное кодовое слово, которое позволит вам получить дополнительный бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании. Рекомендую воспользоваться этим предложением, поскольку сегодня величина бонуса очень неплохая. Пожалуй, сегодня мы в преддверии референдума в Греции, очень интересного фундаментального фона следующей недели, сделаем 10%. Интересно то, что сейчас мы, конечно же, хотим предпринять всевозможные меры, чтобы повысить покупательскую способность ваших депозитов и сделать их еще более надежными в плане возможных волатильных сессий, которые нас ожидают впереди. Поэтому кодовое слово произнесу по ходу самого брифинга, либо в середине, либо ближе к концу. Будьте внимательны. Давайте традиционно начнем с наших активов в плане нефти и рубля. Откройте, пожалуйста, графики. Бренд нас интересует в первую очередь и посмотрите, где этот актив торгуется сейчас. Уровень 61.82. То есть по итогам вчерашней торговой сессии мы снова констатировали факт серьезного фундаментального давления на этот актив. Нефть, скажем, сбавляет обороты, демонстрирует все большую и большую коррекцию. Нам, собственно, это и нужно, поскольку мы ставим более глубокие цели, возможность возвращения в район 60 и 61. В частности, говоря про актуальные котировки, я уже отметил, что сейчас это 61.82, то есть до нашей цели остается совсем чуть-чуть. Быть может, при определенном стечении обстоятельств, дополнительном давлении на рисковые инструменты, уровень 61 будет протестирован, может быть, даже до конца сегодняшней торговой сессии. Но мы все-таки считаем, что большая вероятность, конечно же, для еще одного витка распродаж это следующая неделя. Поэтому к нефти сейчас максимум внимания. Думаю, что сможем поставить жирную точку в еще одной очень перспективной и уже по факту реализованной в ближайшее время инвестиционной идее. Надеюсь, что вы с нами прокатились по этому коррекционному движению. Что касается новостного фона, за сутки мало что изменилось. Мы с вами констатировали вместе с американскими статистами увеличение запасов нефти США как по версии АПИД, так и по версии Минэнерго США. Запасы увеличиваются, значит, емкость и производственные мощности в основном хранилище США в городе Кушинг, штате Оклахома, приближаются к своим номинальным показателям. При этом создаются условия, при которых спросу будет очень трудно найти равновесное значение и баланс с предложением. Я считаю то, что сейчас нефть находится в той фазе, которая позволяет нам целенаправленно делать ставку на избыточное приложение. Плюс ко всему, как стало известно вчера, количество буровых в США увеличилось за первый раз в последние несколько месяцев с 628 до 640. То есть получается, что даже низкие цены на энергоресурсы сейчас не сдерживают уже такими темпами, как было раньше, желание, скажем, снова раскупорить старые буровые вышки и присоединиться к общим объемам производства, которые сейчас характерны для американского рынка. Поэтому мы ожидаем увеличения объемов добычи со стороны многих ключевых производителей. Очень много обращали внимание на страны ОПЕК, в частности на производство углеводородов в Ираке. Ожидаем, что в ближайшее время производственные мощности могут быть усилены еще и со стороны Ирана. И тут получаются еще и Соединенные Штаты Америки. Также регион, который выходит на увеличение производственных мощностей. Логичным следствием, наверное, в связи с этим было бы пытаться снизить объемы, тем более если страны заинтересованы в достаточно высоких ценах на энергоресурсы. Но я думаю, вы все прекрасно понимаете, почему та же самая Россия сейчас не снижает объемы производства. Это связано с тем, что если Россия единолично возьмет на себя ответственность коррекции и стабилизации цен на рынке углеводородов, может получиться так, что объемы снизятся, но при этом другие ключевые производители этого не сделают. Еще больше увеличат выработку и тем самым просто заместят российскую долю. И Россия потеряет приличное участие энергетического рынка. Допускать этого, разумеется, сейчас нельзя. Поэтому страны, даже те, которые очень зависят от высоких цен на нефть, нуждаются в них. К сожалению, не могут скорректировать объемы производства, ожидая, что ответственность за это будет характерна для всех производителей. Но, судя по последней риторике стран нефтяного картеля ОПЕК в ходе последнего заседания, совершенно очевидно, что пока нефтяной конгломерат не хочет сбавлять обороты по производству. А если так, тогда нет у нас ни средних, ни тем более долгосрочных оснований полагать, что энергоресурсы могут сейчас выкарабкаться с тех уровней, на которых находятся. Что касается рубля. Здесь, если мы посмотрим вчерашнюю торговую сессию, мы видели уровень практически 56, потом пара отступила в район 55,50, сейчас примерно так и находится рядом с этими отметками. В целом, обозначая, конечно же, коррекционное будущее для нефти, разумеется, позиционно можно делать соответствующую ставку на еще один виток девальвации рубля. Этой идеей мы придерживаемся также довольно-таки давно. Что касается интересных сообщений по итогам вчерашней торговой сессии, их, по сути, не было. Фон абсолютно тот же самый. Мы ориентируемся на Центральный банк, ориентируемся на действия Министерства финансов, ориентируемся на общий макроэкономический фонд. Хотя в качестве негатива можно отметить для российского рынка еще одну череду, скажем, отзывов о лицензии со стороны российских коммерческих банков. Я считаю то, что, может быть, если это решение было принято, оно, соответственно, вызвано необходимостью. Но вы должны прекрасно понимать, что дополнительное давление на российский банковский сектор сейчас чревато таким же давлением на фонд агентства по страхованию вкладов. Там ликвидности очень мало. Большая часть зарезервирована по обязательствам уже в ходе прошлых отзывов лицензии. Поэтому сейчас нагрузка возрастет. И самое главное сейчас российским властям нельзя допустить, чтобы было подорвано доверие к организованной системе банковского сбережения. Потому что это будет, наверное, самое плохое, с чем можно сейчас столкнуться на фоне тех слабых макроэкономических данных, которые мы наблюдаем. Но, надеемся, до этого не дойдет. В целом, все равно такая жесткая позиция Центрального банка, который снова критикует деятельности многих коммерческих банков и зачастую даже сохраняет вот эту жесткую позицию по лишению их лицензии на осуществление деятельности, это еще один негативный фактор для и российского рынка, для банковского сектора, который и без того уже, который квартал находится в красной зоне. Ну и, разумеется, это негатив для российской валюты. Поэтому наша цель остается неизменна. Закрываем эту пятидневку, уходим на следующую неделю с прежней целью возвращения в район 58-59. Пока с этой целью не сворачиваем. Что касается кодового слова на сегодня, давайте вставим его в середину брифинга. Учитывая то, что мы переходим к греческому вопросу и перспективам евро, знаем то, что на этих выходных состоится очень важное событие, это референдум. Поэтому кодовое слово приурочим как раз к этому событию. Понятно, какое слово? Референдум. Открывайте графики евро-доллар. Посмотрите, где пара торгуется сейчас. Думаю, что, учитывая закрытие вчерашних торгов в районе 1.10.83, примерно сейчас рядом с этим уровнем мы торгуемся. Азиатская сессия не совсем активная. Примерно 1.11. Так, ребят? Евро-доллар. Что касается новостного фона. В целом, прекрасно понимаю, что греческий вопрос уже изрядно надоел. Мне он тоже уже изрядно надоел. Но все-таки нужно отдавать ему должное, поскольку это ключевая тема для финансовых рынков. И именно Греция. И тот факт, будет ли достигнут компромисс только корректоров, является определяющим в, соответственно, динамике финансовых активов. Какие бы активы мы ни стали анализировать. Рынок Форекс, фондовый рынок, либо, скажем, облигационные составляющие, то есть рынок производных инструментов. В целом, давления сейчас сохраняются. Вчерашняя торговая сессия также в плане дополнительных новостных поводов и дополнительного новостного фона в целом не была интересна, поскольку мы знаем, что стороны решили прекратить эти бесполезные встречи и телеконференции до тех пор, пока не будут известны результаты референдума. Поэтому вчера никаких саммитов не прошло. Может быть, действительно, стороны решили не мозолить друг другу глаза, подождать уже фактического решения общественного мнения. Референдум, как и было запланировано, пройдет 5 июля, то есть в это воскресенье. Что касается общественного мнения, то уже отмечалось, что сейчас оно, по сути, разбито на два полиса. Эта часть населения вместе с многими политиками считает, что необходимо обязательно проголосовать в пользу принятия мер финансовой помощи со стороны тройки корректоров. Другая часть населения считает, что лучше этого не делать, поскольку все прекрасно понимают, что меры тройки корректоров – это жесткие меры, которые коснутся каждого жителя. И еще больше ухудшит уровень жизни для наименее обеспеченных групп населения. Допускать этого также очень не хочется, тем более тем, кто воспринимает все эти решения сквозь себя. А я считаю, что это подавляющая часть населения. Что касается позиции руководства Греции, в частности, премьер-министр Греции Ципрос активно призывает всю неделю населения, чтобы они проголосовали против. Как он аргументирует подобные заявления, подобную позицию? Он отмечает, что если общественность в ходе этого референдума скажет «нет» условиям и мерам финансовой поддержки со стороны тройки корректоров, у него появится возможность продолжить переговоры на своих условиях и попытаться выбить у тройки корректоров более приемлемые, более комфортные, более щадящие условия для возобновления финансирования, для финансовой поддержки со стороны Еврогруппы, Международного валютного фонда и Европейского центрального банка. Честно говоря, действительно такая позиция не лишена смысла, потому что если мы посмотрим хронологию прошлых переговоров, буквально, скажем, прошлые несколько месяцев тройка корректоров совершенно не шла навстречу Греции. Отмечаю, что именно Греция должна сейчас демонстрировать максимум инициативы, слышать то, что требует тройка корректоров и принимать безговорочно все те требования, потому что именно Греция заинтересована в том, чтобы решить проблемы, характерные для их локального рынка и в целом для страны. Но стоило только Греции сообщить о том, что они, по сути, отказываются от финансовой поддержки и решают провести референдум, то есть Греция, по сути, показала зубы. Как тройка корректоров включила такую небыструю, но все-таки довольно очевидную заднюю. Сообщила о том, что готовы отказаться от ряда прежних мер, жестких, и, возможно, пересмотреть многие пункты этой актуальной дорожной карты, которая сейчас расценивается в качестве базиса и фундамента для потенциальной договоренности с Грецией. Ципрос считает, что если продолжить скалиться, если продолжить показывать характер, быть может, что Греция, точнее, тройка корректоров, заинтересованные в том, чтобы Греция осталась в составе валютного блока, пойдет на еще более приемлемые для них меры. Поэтому сейчас это сценарий для греческого правительства номер один. Именно его реализацию они, конечно же, сейчас и хотят дождаться. Но для того, чтобы, скажем, этот сценарий начал разворачиваться, нужно, чтобы общественное мнение сказало нет по итогам этого референдума. В целом, я считаю, что вероятность подобного исхода велика. И уже советую закладывать серьезные факторы разгрузки для рисковых инструментов. Что касается евро, мы уже неоднократно говорили о том, что главный валютный риск продолжает находиться под серьезным фундаментальным давлением. И греческая ситуация сейчас является определяющей. Поскольку мы ждем очередного витка напряженности в отношениях до того, как начнутся переговоры, считаю, что евро может еще неплохо скорректироваться. В понедельник, безусловно, в преддверии, уже точнее не в преддверии, а после итогов референдума, обещает показать нам очень интересные открытия. Быть может, это будет снова весьма ощутимый и серьезный ценовой разрывы ГЭПа. Может быть, даже этот ценовой разрыв превзойдет прошлое расхождение, которое мы наблюдали в этот понедельник. Оно составило около 160-170 пунктов. Есть вероятность того, что в этот раз ценовой разрыв может быть еще больше. Но ожидание того, что рынок плавно переключится на понедельник, с тех уровней, на которых закроется сегодняшняя торговая сессия, шансы для этого минимальны. Поэтому все-таки ожидаем весьма интересного открытия понедельника. Чтобы не отходить еще от Греции, хочу обратить ваше внимание на дополнительные риски, которые связаны с решениями рейтинговых агентств. В частности, буквально несколько дней назад все время хотел обозначить этот факт, но в ходе брифинга как-то оставлял на второй план эти сообщения. СНП снизила рейтинг уже, наверное, второй раз за последние полторы недели. ФИЧ вообще обозначила его на уровне ССИ. Что касается СНП, они считают, что Греция в ближайшее время ожидает череда дефолтов. ФИЧ в этом плане более радикальны. Полагают, что страна уже находится в полноценном хаосе, кризисе, который будет практически уже невозможно преодолеть. Греция, напомню, закрыла банковский сектор. Надеялась, что эта неделя будет прорывной в плане возможных компромиссных решений. Удастся выторговать у Европейского Центрального Банка больше ликвидности через каналы экстренного кредитования. Этого не произошло. Поэтому уже можно готовиться к тому, что следующая неделя, разумеется, может оказаться еще одной недели закрытых банков. Это еще больше усилить давление на финансовые рынки. В целом также сохраняется лимит снятия, не больше 60 евро. И действует режим ограничения на движение капитала. Это и есть предвестники самого настоящего дефолта. Поэтому продолжаем следить за Грецией. В понедельник, разумеется, вернемся к этой теме. Ну а сейчас давайте переходить на доллар и японская иена. Откройте графики, посмотрите. Вчерашнее закрытие в районе 123. Доллар вынужден был отступить против своего защитного конкурента японской валюты. Произошло это на фоне слабых макроэкономических данных по состоянию американского рынка труда. Ожидали статистика по Non-Farm Perils. То, что этот отчет был опубликован в четверг, это связано с тем, что сегодня в США выходной по причине Дня независимости. И отчеты поехали, соответственно, на сутки ранее. Вчера Non-Farm Perils следили за этим отчетом. Думаю, что вы видели, что фактический показатель продемонстрировал увеличение числа новых рабочих мест до 223 тысяч против прогноза 230 тысяч. Но в целом статистика была противоречива, потому что если по числу новых рабочих мест вроде бы как слабый отчет был, А вот что касается показателя по безработице, там хороший отчет. 5,3% это минимальный показатель с 2008 года. Получается, что ФРС практически полностью достиг уже цели, которая была обозначена им после кризисных периодов 2008-2009 годов. Это достижение показателя по безработице в 5%. Я думаю, что подобными темпами 5% может стать реальностью для американского рынка труда уже до конца этого года. А соответственно, наша идея, упирающаяся в то, что американский мегарегулятор все-таки пойдет на повышение процентной ставки, это по-прежнему та идея, которая сохраняет актуальность. Вчера я еще советовал обратить внимание на рост зарплатных плат в США. Мы увидели показатель прироста в 2%. Это на самом деле неплохо. Это выше среднего, что позволяет надеяться в плане того, что этот показатель сохранит тенденцию восстановления. И разумеется, поскольку этот отчет сказывается на показателях по инфляции, можно будет делать соответствующую логичную ставку на то, что индекс потребительских цен также сохранит тенденцию роста. Поэтому к концу года, скорее всего, американская экономика будет вооружена достаточным количеством аргументов в плане основополагающих факторов. Это рынок труда, инфляция и рост зарплатных плат, что позволит в целом перейти к нормализации денежно-кредитной политики. Напомню, что ключевые даты сентябрь-декабрь пока еще не ясны. Но с учетом того, что мы увидели плохие данные по Non-Farm Parals, с августовскому показателю нужно быть очень хорошим, чтобы снова вернуть ожидания быков в плане ужесточения монетарной политики на сентябрь. Но, судя по комментариям Джанет Хеллин, это решение непременно произойдет в этом году. Месяцев остается все меньше и меньше. А значит, к идее по покупке доллара нужно присоединяться уже сейчас. Мы локально делаем ставку на возможность возвращения пары доллар-японская иена в район 125. Сейчас до этой цели остается около 200 пунктов. Но при определенном стечении обстоятельств я считаю, что доллар сможет зацепиться за любое проявление макроэкономического фона. И если статистика будет неплохой, очень быстро преодолеет это расстояние. Наша цель, еще раз повторяю, 125. Еще хотел обратить ваше внимание на динамику пары фунт-доллар. Откройте графики, посмотрите. На текущий момент фунт против американской валюты торгуется в районе 56. Если вы посмотрите локальный хай, несколько недель назад это было выше 59. Тогда я помню, что много наших слушателей на канале отмечали, что фунт имеет потенциал для сохранения восходящего движения. Мы же говорили, что фунт является на тот момент, да и сейчас одним из самых перекупленных активов, сохраняя потенциал для коррекции. И посмотрите, на дневках практически каждая торговая сессия после того, как пара оказалась выше уровня 1,59. Это сессия, которая закрывает торги в красной зоне, разгружает позиции британца против американца и продолжает снижаться к нашей цели, которую мы поставили. Это уровень 1,55. Вчера на британскую валюту особо не повлияли даже слабые данные по американскому рынку труда. Поэтому это еще раз подчеркивает тот факт, что сейчас коррекция британской валюты фунта осуществляется еще из-за исключительно осознания того, что фунт слишком дорог. И нет оснований делать ставку на серьезное восходящее движение, поскольку монетарные власти Англии уже неоднократно повторяли тот факт, что повышение процентной ставки, если и стоит ожидать, но это не раньше 2017 года. Поэтому по фунту ждем возвращения ниже уровня 1,55. До этой цели осталось еще 100 пунктов, то есть совсем чуть-чуть. Ясно? Вопросы есть? Поскольку кодовое слово я уже произносил, возвращаться к нему не будем, еще раз отмечу, что в этот раз бонус очень неплохой. В преддверии референдума 10% это бонус, который действует на пополнение, плюс к тем акциям, которые уже имеются в рамках нашей компании. Чтобы воспользоваться им, достаточно обратиться к вашему персональному менеджеру и потребовать его. Бонус действует до следующего понедельника. Поскольку вопросов нет, большое спасибо за внимание. Ждем комментариев на нашем официальном канале Амаркетс. Всего доброго, до свидания и оставляйте ваши вопросы под видео окном.